Всем огромный-огромный привет! Ну что, сегодня мы с вами приготовим очень-очень вкусный шоколадный пирог в мультиварке. Вдохновителем меня на этот рецепт стала Валентина с канала Кулинарные рецепты от СВ. Вообще у ней на канале очень много безумно классной выпечки. Я бы прям хотела все сделать в один день, но в один день не получится. Пока я выбрала вот этот шоколадный пирог, который Валентина готовила. И, надеюсь, он получится у нас очень-очень вкусный. Обязательно перейдите, внизу оставлю все ссылки, перейдите на канал Валентины. Посмотрите, как готовила пирог этот она. И можете посмотреть, оставлю также ссылочку на ее канал. Посмотрите другие ее кулинарные шедевры, потому что на них просто нельзя не соблазниться. А теперь давайте делать этот пирог. Нам понадобится 250 грамм муки. Я уже насыпала вот в такую вот кружку. У меня, правда, пирог. Я его еще дополню своей изюминкой, конечно же. Но вот сам бисквит, само тесто я взяла у Валентины. Какао 2 столовые ложки. Потом сахар 200 грамм. Я уже все отмерила. Пол чайной ложки соли и 1 чайная ложка соды у меня вот тут добавлена. Это у меня такая будет пропитка для пирога. Я потом вам все расскажу. 200 миллилитров молока нам понадобится. Уксус, 50 миллилитров растительного масла и 100 миллилитров, 100 грамм примерно я уже растопила растопленного вот такого сливочного масла. Сейчас будем с вами все мешать. Я вам все покажу поэтапно. Надеюсь, ничего не забыла. Но если даже забыла, то в процессе мы с вами все вспомним. И поехали. Вначале нам с вами нужно просеять муку. Я муку всегда просеиваю. Иной раз просеиваю ее даже по 2-3 раза. Первый раз просеиваю, когда приношу из магазина. И потом по-любому ее еще просеиваю в само тесто. Или в блюдо, которое я хочу приготовить. Сегодня у нас еще пирог с вами будет с заварным кремом. Такой он многообразный будет. Просеяли. Добавляем 2 ложки какао. Тоже сюда. И тоже просеиваем. Я взяла какао, как советовала Валентина, с горкой. 2 столовые ложки с горкой. Потому что так получается более шоколадно. Все тоже просеиваем. Так. Чтоб не было... Ой, как уже пахнет! Уже пахнет шоколадом, представляете? Уже просто безумно пахнет. Просеяли сюда какао. Все перемешиваем. Миска у нас с вами должна быть абсолютно сухая. Пока. Сейчас мы будем смешивать только сухие ингредиенты на данном этапе. Запах уже пошел классный-классный. Добавляю соду с солью. Прямо вот сюда. Вот так. Все тоже перемешиваем. Добавляю сахар. Так. И немножко сыплю ванильного сахара. У меня тут на сахар... Правда, у меня не ванильный сахар, а ванилин. Вот буквально на кончике сыплю прямо на сахар. Вот так вот перемешиваю. И перемешиваем все вместе. Еще нам понадобится 2 яйца. Добавляем 100 грамм сливочного масла. Вот сюда прям. Добавляем 100 грамм растопленного сливочного масла. Добавляем 200 миллилитров молока. Посмотрим. Может быть, потом добавим чуть больше. И все тщательно перемешиваем. Добавляем 50 миллилитров растительного масла. Так. Вот сюда прям. И тоже все тщательно вымешиваем. И в самом-самом конце добавляем 1 столовую ложку уксуса. Так. Вот так где-то. И все тщательно перемешиваем. Готовить мы шоколадный пирог будем в мультиварке. Я уже чашу мультиварки смазала сливочным маслом. И мы быстро-быстро переливаем наше тесто в чашу мультиварки. У кого нет мультиварки, не переживайте. Пирог можно испечь в простой духовке. Но мне для удобства, тем более сейчас очень сильная жара, включать в духовку не очень хочется. И нас с вами будет выручать в этом плане мультиварка. Потому что тортиков хочется. Да? А духовку включать не хочется. Вот так я все-все практически собрала в чашу мультиварки. И сейчас мы быстренько с вами загружаю чашу в мультиварку. И выставляю программу выпечка. Так, выставляем программу выпечка. Она у меня тут на час. Но мы так и оставим на час. И где-то через 40 минут откроем. И будем проверять наш пирог шпажкой. Все. Закрываем. Нажимаем старт. И на 40 минут о пироге мы забыли. А пока наш с вами пирог запекается, мы с вами сделаем вкусный-вкусный заварной крем. Нам для этого понадобится одно яйцо. Пол стакана сахара. Сюда я уже добавила немного ванилина. Все перемешала. Все нам надо это взбить. Взбивать все буду миксером. Взбила я яйца с сахаром. Добавляю сюда 2 столовые ложки муки. И вот так муку я тоже просею. Все тоже тщательно взбиваю. И добавляю пол-литра молока. Тоже все перемешиваем. Все перемешала. Это выкидываю в мойку. Крем выливаю в кастрюльку. И буду варить, пока он не загустеет. Обязательно помешивать венчиком. Крем уже начинает с большим трудом перемешиваться. Значит, он готов. Смотрите, чтобы он не пригорел. Никуда от него не отходите. Вот так у нас получается. Посмотрите, какой густой получается крем. Вот такой классный-классный крем у нас получился. Мы его оставляем остывать. И ждем, пока испечется наш пирог. Еще мы для нашего пирога будем делать вот такую пропитку. У меня есть пропитка для бисквита. Со вкусом вишни и коньяка. Очень мне хочется ее попробовать. Здесь 80 грамм. Написано, что на два средних пористых бисквитных коржа. Но я буду использовать половину порции. Залью сейчас кипятком. Все перемешаю и дам настояться. И как только наш с вами пирог испечется, то мы его пропитаем. Должно быть очень-очень вкусно. У меня здесь половина порции пропитки. Заливаем крутым кипятком. Все размешиваю и дам настояться. Вот так вот легко, просто пропитка содержит какой-то сахар. Сахару надо раствориться тоже. Все перемешиваю. И пускай настаивается, пока наш с вами пирог будет выпекаться. Для крема беру еще совсем немного сливочного масла. Бросаю в крем и перемешиваю. Так, пирог у нас готов. Мультиварка у меня уже встала на разогрев. Но я разогрев отключаю. Готовила я пирог не 40 минут. Стоял он у меня, сейчас я вам скажу, час. Потом я его проткнула. И он у меня был еще жидкий. Мне пришлось добавить 15 минут. Поэтому в общей сложности он у меня стоял час-15 минут в моей мультиварке. Смотрите, там по своей мультиварке всегда можно открыть, проткнуть и добавить время. Сейчас я его проткнула. Вот так у меня все получилось. Ничего на палочке не остается. Палочка абсолютно сухая. Пирог приготовился. Сейчас я его оставлю. Вот такой вот он шоколадный красавец получился. Сейчас я его оставлю в чаше мультиварки. Пускай он у меня остынет минут 15. Потом будем его вытаскивать. Стоял у меня пирог где-то полчаса. Он немного остыл. Я уже спокойно могу брать чашу мультиварки. И сейчас мы его переложим на тарелку. Вот так я его перевернула на тарелку. Он у меня не развалился. Посмотрите, какой он толстенный просто получился. Хочу еще показать, что он абсолютно не пригорел. Посмотрите, к мультиварке все прекрасно вытащилось. У меня такое в форме никогда не получалось. Все очень шикарно. Сейчас я его постараюсь перевернуть. Он очень-очень воздушный, очень нежный. Посмотрите, какой он получается. Высокий и толстый. Я его сейчас постараюсь разделить на два коржа. Мы с вами его будем пропитывать и смазывать кремом. Беру большой-большой нож и постараюсь разделить пирог на два коржа. Очень он такой нежный-нежный. И воздушный получился. Просто безумно мягкий. Я сейчас его постараюсь разделить. И будем пропитывать его кремом. Вот так вот. Сейчас я сниму, покажу его, какой он в разрезе. Вот так получилось. Наверное, может быть лучше взять лопаточку. Надо постараться пирог не сломать. Сейчас я его переверну, вам покажу. Вот такой классный пирог получается в разрезе. Сейчас я сделаю из этого пирога еще один корж. Все вам покажу. Вот так я разделила пирог на три коржа. Сейчас мы с вами первый торт. Буду его вот так поливать пропиткой. Первый корж. Получился шикарный бисквит. У меня никогда в жизни не получалось таких бисквитов в духовке. Хочу его немножко пропитать вишней с коньяком. Вот этой пропиткой. Повторяю, я сделала половину порции, но мне ее прекрасно хватит. Вот такая красота. И теперь все сверху намазываем кремом. Я буду намазывать очень густо, потому что крем я люблю. Намазываем кремом. У нас все с вами пропитается. Будет очень-очень вкусно. Вот такая красота. Вот такая красота. Так. Даже в серединку можно положить больше крема. Сейчас я кладу сюда следующий вот этот корж. Коржи получаются очень-очень воздушные. Просто обалденные. Вот так. Я положила корж. Дальше. Опять. Пропитка. Так. Пропитка получается, кстати, очень такая густая. Посмотрите, как сироп. Вот так. Оставлю чуть-чуть пропитки для верхней части. Все смазываем опять кремом. Вообще, первый раз пеку пирог. Но это у нас практически получается не пирог, а торт. Почти как торт. Очень классно. Не жалею крема. Так. Вот так все намазала. Сейчас пропитаю верхнюю часть и положу сверху. Ну и вот такой у меня красивый, толстый, высокий шоколадный пирог получился. Практически как торт. Я его перемазала кремом. Весь пропитала. Сделала вот такое красивое украшение из сахарной пудры и какао. Сейчас я его отправляю в холодильник настаиваться. А в разрезе вы увидите его в моем инстаграме. Так что спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы посмотреть вот на такой тортик в разрезе. Всем приятного аппетита. Спасибо каналу Кулинарные рецепты от СВ за такие чудесные рецепты выпечки и многие-многие другие. Всем до свидания. Пока. И жду вас еще в гости на своем канале. Приятного всем аппетита. Пока.